Ирина Синькевич пишет это на 17 декабря, спасибо за настроение, только грустно от святых, какая у них не счастлива судьба. Вот кратко на эту тему я вам отвечу, что вот смотрите, была Римская империя, были языческие боги, начало внедряться христианство. Люди некоторые поверили в христианство, а большинство верили в язычные боги, и официальная религия была языческая в Римской империи. И вот был издан указ о том, что если кто-то донесет на христианина, и этот христианин не поклонится языческим богам, просто-напросто его казнить. И вот люди, которые начали отстаивать свои убеждения и шли на казнь, это были вот как раз мученики, которые приняли мученическую смерть за свои убеждения. Нечто подобное наблюдается и сейчас, делать или не делать вот эту вот, так сказать, модную процедуру. Будут мученики современные, будут. Далее пойдем, как бы сказать, ну это было там язычество и начало христианства. Уже христианство утвердилось. Христианство утвердилось, и опять-таки, вот надо, каждый человек понимает вот это вот христианство, веру по-своему. И возникло целое такое течение, которое взяло вверх, это то, что нельзя поклоняться изображенному лику, то есть иконно-борчество. Люди, которые поклонялись иконам и так далее и тому подобное, христиане, что, мол, они неправильно делают. И более того, те люди, которые говорили, что нельзя поклоняться иконам, доносили на тех людей, которые поклонялись, и им эти иконы разбивали на головах. Одна и та же религия, два направления. Потом все-таки почитание иконам там взяло вверх, что молимся иконам и так далее и тому подобное. Ну, вот были две таких истории. Вот сейчас тоже современное общество, демократия, вот мне как-то слов не хватает, демократии, пожалуйста. Одни становятся какими-то изгоями, дурными людьми, которые якобы тут распространяют заразу и ересь, и за это надо лишить их того-то, того-то, того-то. И раздаются эти призывы вообще в тюрьму, да и уничтожать. Вот так-то все это повторялось в истории, если это знать, пожалуйста. И вот она, несчастная участь. Грустно, конечно.